К сожалению, такого рода картинки, где свекровь, мягко сказать, неуважительно, некрасиво относится к своей невестке, передо мной случались не раз. И это очень обидно видеть, как взрослые люди так относятся к своим невесткам. Очень обидно и грустно. Но самая такая прям неприятная картинка передо мной случилась, наверное, почти два года назад. И я до сих пор время от времени вспоминаю об этом. И это заставило меня задуматься о том, чтобы снять такого рода видео. Всем ассалам алейку, меня зовут Марьям, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас тема отношений свекрови к невестке. Для любой девушки статус невестки является таким подлинным экзаменом на психологическую зрелость. Но и для свекрови новое звание становится таким испытанием на прочность. И как любой экзамен, его можно сдать, а можно провалить. Мне часто удавалось встречать девушек, которые отзывались о своих свекровях с таким ужасом, что невольно думаешь, откуда это все, почему они так относятся, неужели все свекрови такие по отношению к своим невесткам, почему для своей родной дочери свекровь самая лучшая мама, а для невестки это просто монстр. И редко, но все-таки встречаются девушки, для которых свекровь стала по-настоящему второй мамой и по-настоящему близким человеком. И обе стороны относятся друг к другу максимально уважительно. Я считаю, что первой причиной неприязненности к крови по отношению к своей невестке является в первую очередь конфликт поколений. Почему? Потому что молодости характерны максимализм, излишняя самоуверенность, где-то неопытность, неумение идти на компромисс. А зрелости свойственны косность взглядов, излишняя критичность и полная вера в свою правоту и свой жизненный опыт. Ненависть между женщинами разгорается от желания власти. И каждая из них просто подсознательно желает владеть мужчиной безраздельно. То есть мать сыном, а жена мужем. И именно вот эта жажда власти может нанести огромный урон отношению свекрови и невестки. Конечно, здесь самый лучший вариант — это по возможности жить отдельно от родителей. Однако зачастую даже отдельное жилье не может уберечь молодую семью, так скажем, всевидящего ока свекрови, тещи и так далее. Но тем не менее, я думаю, что разделение границ территории благотворно сказывается и на психологических границах семьи родителей и молодой семьи. Но все же, если вы решили поселиться в доме свекрови, нужно понимать, что вы входите в дом, в котором уже есть хозяйка. Поэтому во многом придется уважать сложившийся в семейном доме уклад и подстраиваться под установленные в нем правила. Если же возникают какие-то сложности в отношениях со свекровью, то невестке нужно стараться быть гибкой, стараться быть максимально мудрой и находить правильный подход. Но не всегда все идет так, как нам бы этого хотелось. Свекрови бывают разные. Бывают терпеливые, нетерпимые, ревнивые, излишне нервные. Свекрови, как все люди, раздражаются, устают, требуют внимания к себе. Всевышний всех нас испытывает друг другом. Всегда. Я очень сильно расстраиваюсь, когда вижу плохое отношение свекрови к невесткам. Как я вначале сказала, статус свекрови является таким же испытанием на прочность. Такая женщина должна отличаться мудростью. Вы понимаете, что ваш сын вырос, и воспринимаете его женитьбу как хорошее позитивное событие. Вы не пытаетесь в таких отношениях оказывать влияние на развитие молодой семьи, вмешиваясь в каждую деталь, происходящую в их жизни. Если где-то нужна помощь, вы придете и мудро поговорите с каждым членом семьи, не отталкивая невесту, ведь она также является уже вашим членом семьи и вашей родственной душой. Ведь вы тоже были когда-то молоды, тоже были неопытны и прошли свой жизненный путь, но всему научились. Понимая это все, я думаю, вы должны проявлять мудрость, терпение и понимание в каких-то вопросах. И не сразу требовать то-то, то-то, унижая невесту, унижая ее родителей и так далее. Где-то что-то недосмотрело, где-то что-то подгорело, что-то произошло. Но постарайтесь мягко донести и объяснить человеку, а не унижать и оскорблять за маленькую оплошность и маленькую ошибку. Проявляйте мягкость, как наш пророк, развивайте в себе это качество. Многие говорят, что вот я уже прожила столько лет, или я прожил столько лет, и я не хочу меняться. Я понимаю, что во взрослом возрасте, наверное, тяжело менять себя, но все-таки я считаю, что мы должны меняться с колыбели и до могилы, как наш пророк говорил нам. И поэтому мы должны учиться и менять себя в лучшую сторону, менять свое отношение к окружающим. Также есть хадис нашего пророка, Мухаммада саллаху алихи вассалям, где он говорит, и относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Постарайтесь сохранять душевное равновесие всегда, а к неприятностям относиться более оптимистично. Пусть с вами всегда будет мудрость, доброта и терпение. В жизни бывают разные ситуации, и про эту тему можно говорить очень долго, очень много. Семья — это вообще такое тонкое дело, тонкое искусство. Я долго думала даже снимать такое видео или не стоит, но не поймите меня неправильно. Я надеюсь, вы извлекли для себя что-то полезное из того, что я сказала. Это ведь прекрасно, когда две женщины, одна из которых свекровь, а другая невестка, нашли в себе силы и дали понять друг другу, что они уважаемы. Поэтому цените друг друга, уважайте, любите, будьте добры к друг другу, и все будет хорошо. Вам всех благ, надеюсь, что вам это видео понравилось. Берегите себя, радуйте своих близких, до новых встреч и ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бараката. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!